Род снова быть с вами, сегодня мы продолжим изучение книги деяний. Это история жизни лучших друзей и ближайших последователей Иисуса после его ухода. Это удивительная история, они были первопроходцами, никогда раньше не следовали за Иисусом подобным образом. В первые три года их жизни с Иисусом он был с ними. Потом он ушел, и Бог дал им поручение. Это очень похоже на то, как я следую за Иисусом. Иногда мне хочется больше ясности, более точных указаний, подробного обучения, но Иисус сказал, что у них есть все, что им нужно, и он собирается послать Духа Святого. Я верю, что у нас есть все, что нам нужно, и он послал нам Духа Святого. Давайте откроем книгу деяний и будем учиться. В деяниях написано, некоторый муж именем Анания, женою свою Сапфирую, продав имение, утаил из цены сведомо жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Видимо, это было обычной практикой. В предыдущей главе описано, что время от времени собственники земли продавали имение, приносили средства от продажи и отдавали их апостолам на нужды церкви. Анания и его жена Сапфира приняли решение продать имение. Но вместо того, чтобы принести все деньги от продажи, они решили кое-что оставить себе, а Петру сказать неправду. Они сказали, что пожертвовали все деньги от продажи, но Петр сказал Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли. Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав эти слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. Я часто говорил вам, что у Библии есть дар сдержанности. Думаю, что это очевидно. Вы представляете себе, какой страх охватил всех, кто был в помещении в тот день? Наверное, те, кто стояли в очереди, чтобы пожертвовать, проверяли свои подсчеты. Принести два, вычесть столько-то. Я полагаю, что было так. Какой урок можно извлечь из пятой главы? Все, кто лгут в церкви, умирают? Слава Богу, нет. Иначе нас было бы очень мало здесь сегодня. Думаю, что там содержится другой урок. Можно по-разному понимать это место? Полагаю, что основная мысль — это страх Господень, уважение к Богу. Я говорю о страхе Господнем, он не заставляет сжиматься от ужаса, трястись от страха или отдаляться от Бога. Страх Господень, описанный в Писании, связан с почтением к Богу, уважением к Богу, благоговением перед Богом. Он связан с пониманием послушания, святости Бога, чистоты Бога. В Библии очень редко представлено что-либо еще, связанное с более обильными благословениями, помимо страха Господня. Я думаю, что не случайно, почти в самом начале повествования истории церкви помещен такой конкретный рассказ о страхе Господнем. Думаю, что в основании книги Деяний — история Духа Святого, действовавшего в жизни последователей Иисуса. Книга Деяний начинается с излияния Духа Святого во второй главе. Каждая последующая глава так или иначе описывает влияние, участие и руководство Духа Святого. В этом случае у Петра было слово мудрости, он никак не мог узнать, что Анания искажает факты. У него было откровение от Духа Божьего, которое в послании к Коринфянам называется слово мудрости. Он сказал, Анания, зачем ты это сделал? Это было твое имение, ты мог сделать с ним все, что хотел. Ты мог оставить его себе или продать его, ты мог оставить себе все деньги с продажи, но ты решил солгать не мне, а Духу Святому. Когда я читаю текст, у меня складывается впечатление, что у Петра было откровение от Духа Святого. Но то, что произошло дальше, удивило его. Когда он сказал Анания, почему ты солгал Духу Святому, Анания умер. Мне кажется, Петр не был готов к этому. Думаю, как и все остальные, он тоже вынес урок из этой истории. Думаю, лидеры церкви поняли, что Бог делал что-то в них, через них, вокруг них, и это было намного важнее, чем они сами. Позже, в тот же день, мы не будем читать продолжение, приходит жена Анании. Говорит то же самое, что и он. Она ничего не знает. Петр обличает ее так же, как мужа, и теперь его ответ исходит из его опыта. Он говорит, почему вы решили сделать это? Почему вы солгали Духу Святому? Люди, которые вынесли тело твоего мужа, стоят у дверей и тебя вынесут. Та же самая строчка повторяется в конце рассказа, и великий страх объял всю церковь и слышавших это. Это начало истории Иисуса в книге деяний. Тут есть великий принцип. В Писании и в истории церкви проявления силы Духа Святого всегда были неразрывно связаны со страхом Божиим, который был у его народа. Не бывает сильных действий Божиих без уважения, почтения, благоговения к Богу. Я приведу много примеров из Писания и истории церкви. Царь Давид, величайший царь, в зените своей власти, когда его жизнь шла по восходящей траектории. Он был помазан в царе, пережил Саула и его ненависть, сохранил царство, захватил Иерусалим, сделал его столицей, расширил границы своей империи. В этот период жизни он еще не столкнулся с семейными проблемами, которые начали тянуть его вниз. Это был триумфальный этап жизни царя Давида. Он решает принести ковчег Завета в Иерусалим. Помните, Индиана Джонс искал ковчег Завета? Ковчег был средоточием Божьего пребывания среди израильтян. Он был у царя Давида, а потом был утерян. Он решает принести его в Иерусалим, потому что там должны были построить храм. Он подходит к этому очень старательно, организует официальное шествие, религиозную процессию, ставит ковчег на повозку. Люди, идущие впереди, воздают честь, славу и хвалу Богу. Это делалось от всего сердца. Один из быков, тянущих повозку, спотыкается. Один человек протягивает руку, чтобы поддержать ковчег, и когда он касается его, Бог поражает его насмерть. Библия говорит, что царь Давид рассердился. Он сказал Богу, зачем мы поклонялись Тебе? Зачем перевезли ковчег? Зачем пытались почтить Тебя, если Ты так поступаешь? Они остановили шествие, процессию, оставили ковчег там, где остановились, и принесли его человеку, который жил поблизости. О чем это говорит? Несмотря на все благословения Божии в жизни Давида и все, что Бог сделал для него, он напоминает, что нельзя поклоняться Богу как угодно. Когда Бог дал им указание и рассказал, как сделать ковчег, он сказал, когда будете переносить ковчег с места на место. А он был переносной. На нем были выемки, чтобы вкладывать в них шесты. Он назначил определенных людей, чтобы переносить его с места на место. Он не говорил о повозке и быках. Бог напоминает Давиду и народу израильскому «Я Бог Вседержитель». Страх Господень, уважение к Богу, благоговение перед Ним, почтение к Богу. Это безошибочная характеристика народа Божьего. Писание говорит, чтобы мы знали Бога, как взаимодействовать с Ним, общаться с Ним, угождать Ему, чтобы мы Его творения могли жить так, дабы к нам приходили благословения в контексте времени и вечности. Библия написана не для того, чтобы мы оценивали и решали, какую ее часть принять и какую отвергнуть. Бог по своей благодати дал указание, как нам жить, чтобы мы процветали в этой жизни и вечности. Библия — это Его книга, книга потрясающей надежды, потрясающей судьбы. Я думаю, что страх Господень выполняет функцию иммунной системы. Все, что может ухудшить наши отношения с Господом, разрушить и испортить их. Если вы будете взращивать страх Господень, уважение к Богу, почтение к Богу в своей жизни, это будет служить вам защитным механизмом. Он будет вас хоронить от всего плохого. Когда я смотрю на церковь в современной американской культуре, мне кажется, есть то, что мы сильно умолили и в чем остро нуждаемся. Это обретение страха Господнего, уважение к Богу, почтение к Нему, благоговение пред Богом. Это осознание того, что Он дал нам понимание того, как жить. Он не спрашивал нашего мнения. Я привел вам несколько примеров из Псалтири и книги притчей. Это подборка мест на данную тему. Псалмопевец говорит, что страх Господень чист. Еврейское слово «тахор» означает «чистый». Страх Господень чист пребывает вовек. Суды Господни истинно, все праведны. Сложно понять страх Господень отдельно от судов Божиих. Они идут рука об руку. Бог активно участвует в жизни человека. Суд — это не действие против человека. Судья Вопнер научил нас, что суд может быть за человека. Когда шло шоу «Народный суд», судья Вопнер никогда не выступал против человека. Его суд был всегда за ответчика или за истца. Бог за вас. Живите так, чтобы он благословлял вас. Вы же не хотите, чтобы он был в оппозиции. Вам хочется хороших результатов. Если вы посмотрите притчи 22 главу, тут сказано «за смирением следует страх Господень». Богатство, слава и жизнь. Не спешите перелистывать конспект, обведите слово «следует». Есть преимущество, которое может появиться в вашей жизни. Нужно принять логическое решение, если вы хотите иметь это преимущество, то, что может прийти в вашу жизнь — богатство, слава, жизнь. Мне кажется, что это довольно большое преимущество. Благодаря чему это придет в вашу жизнь, если вы будете воспитывать в себе смирение и страх Господень? Многие из нас изменили последовательность. Мы ищем в первую очередь богатство, славу и полноту жизни, а потом думаем «мы будем чтить Господа». Мы перевернули все с ног на голову. Если вы будете воспитывать в себе смирение и страх Господень, Бог даст вам это. Это последствия страха Господня. Это не цель жизни. Это просто дополнение, если вы воспитываете в себе почтение и уважение к Богу. Продолжим читать книгу «Деяний». Не будем обсуждать все примеры. Я сегодня дал вам время на них. Деяние 12 глава. Я дал вам начало и конец главы. Это глава огромных контрастов. Если вы хотите прочитать полный контекст, то можете сделать это в 12 главе 1 стихе. Мы знакомимся с человеком очень влиятельным. Один из контрастов этой главы — это люди, имевшие большую власть, и те, кто, казалось бы, имели мало власти, но их жизни закончились по-разному. Ирод — царь, имеющий власти влияние. Написано, в то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Тут написано, что Ирод хотел сделать зло церкви. Когда я читаю это, я думаю, может быть, он хотел ограничить им свободу собраний, не позволял им включать громко музыку. Я представляю гонения в довольно мягком виде. Тут написано, что когда Ирод арестовал Иакова, он убил его. Его понимание гонений — убийство. Дальше написано, видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Как вы думаете, что он хотел сделать с Петром? Казнить его. Вы знаете, чем закончилась эта история. Петра держали в темнице несколько дней, потому что было начало еврейского праздника, он помешал планам Ирода. Но он собирался казнить Петра. Через несколько дней Бог посылает ангела, который освобождает апостола, и тот бежит из Иерусалима. Но история продолжается. В той же главе, в 21 стихе, написано. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. Петр скрывается, а Ирод надевает царскую одежду. Это непонятная глава, если честно. Сначала рассказывается удивительная история Божьей силы. Город Иерусалим потрясен, тысячи людей откликаются на Божий призыв, апостолов постоянно арестовывают, им угрожают, их бьют, некоторых казнят. И в одной и той же главе Иакова убили, а Петр сверхъестественным образом освобожден из темницы. Это не означает, что Бог одного любит больше, а другого меньше. Власть Бога, страх Божий, почтение к Богу. Мы служим Господней воле. Он дает нам жизнь. Он дает нам дыхание каждый день. У нас изобилует дух самонадеянности. Мы воображаем, что наша жизнь принадлежит нам. А Библия говорит, чтобы мы принесли свою жизнь в жертву живую. Буквально, чтобы мы принесли в жертву свои тела, сказав, это не моя жизнь, Господи, а Твоя. Как мне послужить Тебе? Вы понимаете, до какой степени мы, если не извратили, то исказили это понятие, думая, что раз мы последователи Христа, это значит, что цель Бога — удовлетворить мои нужды и принести мне удовольствие. В начале дня мы, последователи Христа, должны задавать вопрос, как я служу Господу. Откройте для себя важные уроки в серии из четырех проповедей пастора Алана Джексона о ранней церкви «Деяния», «Вера в движении». Эта серия содержит впечатляющую историю о первых днях нашей веры. Она поможет вам узнать, какие перемены вы можете привнести в Царство Бога сегодня. Серия «Деяния», «Вера в движении» на CD-дисках и бонусный диск — это наш подарок за ваше пожертвование. Оставьте запрос на нашем сайте, адрес которого вы видите на экране. Спасибо, что помогаете нам распространять благую весть. Я хочу связать страх Господень, почтение к Богу, власть Бога, суды Божии на земле, еще с одной мыслью, с вашего позволения. Написано, если ты будешь слушать Глаза Его и исполнять Его, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет тебя комареем, хитеем, ферезеем, хананеем, евеем и иевусеем, истреблю их. Я дал тебе в наследие землю, в наследие вечное. Не поклоняйся богам их и не служи им, не подражай делам их. Это стратегия выполнения первой заповеди. Бог сказал, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. А теперь Он говорит, я поселю вас в эту землю. Это ваша земля. Я дал вам ее, это ваше наследие. Там живут другие люди. Не поклоняйтесь их богам, не преклоняйтесь перед ними, не уважайте их и не почитайте их. Здесь все ясно сказано, только с помощью проповедника можно запутаться. Если вы спросите меня, какую из десяти заповедей современная американская церковь нарушает больше всего? Я скажу первую. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Это произошло с нами постепенно, как с лягушкой. Помните, ее сварили заживо? В шестидесятые годы была культура революции на многих уровнях. Мы не просто жгли бюстгальтеры и повестки в армию на улицах. В шестидесятые появились предпосылки для существования многокультурности. Это началось с осознания того, что в нашей стране живут разные народы. Наша страна как винегрет. Я думаю, что в начале эта идея родилась благодаря осознанию человеческого достоинства. Нас связывают не единые этнические характеристики. Мы даже выглядим по-разному. Происходим из разных мест. Мы стали одной нацией, имеющей беспрецедентное изобилие, процветание, свободу не благодаря единым этническим характеристикам или одной истории. Нас объединили ценности, основанные на Библии. Мы глубоко уважаем свои государственные учредительные документы. Конституцию, Биль о правах, Декларацию независимости, потому что они основаны в том числе судебная система, на принципах, взятых из этой книги. Нас связывают друг с другом не единые этнические характеристики. Мы наце эмигрантов. Мы всегда ими были. Ценности, которые мы выбрали, связали нас друг с другом и принесли нам благословение Божие. Но с течением времени многокультурность перестала быть только уважением особенностей разных этнических групп, которые мы представляем. Это явление стало подразумевать, что убеждения каждого человека или группы людей имеют одинаковую значимость. Мы стесняемся публично признавать, что Иисус — это ответ на вопросы мира сегодня. И церковь Иисуса Христа молча стоит в сторонке, пока десять заповедей снимают со стен в школах, потому что мы не хотим кому-то показаться странными. Но эти десять принципов привели нашу страну к тому, что она сегодня имеет. И под флагом многокультурности мы отказались от своего культурного наследия. Мы на самом деле игнорируем первую заповедь. Предположим, что я прочитал вам исход с точки зрения многокультурности. Вместо слов, которые я недавно прочитал, мы прочитали бы в 21 веке что-то вроде этого. «Пойдет при тобою ангел мой и поведет тебя комареем, хитеем, ферезеем, хананеем, евеем и иевусеем». И когда придешь туда, уважай богов, которым они поклоняются. Не делай ничего, что могло бы уменьшить их энтузиазм по отношению к их культурному наследию. Не дай бог ты скажешь им, что знаешь истинного живого бога, который может улучшить качество их жизни. А знаете, почему сотни лет спустя они снова заняли землю обетованную? Бог выгнал евреев оттуда. Это очень ясно записано в Писании. Они могут вам рассказать об этом даже сегодня, если вы поедете в землю израильскую. А именно, что он предал их в руки вавилонин, сначала сирийцев, потом вавилонин, потому что они поклонялись богам амореев, хитеев, ферезеев и хананеев. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Это проявление уважения и почтения к Богу. Это не так уж и сложно. Мы понимаем это во всех других сферах нашей жизни. У нас есть свои предпочтения. Мы говорим, что разные действия приводят к разным результатам. Терпимость не означает, что все идеи имеют равную ценность. Терпимость подразумевает, что у каждого может быть свое мнение. Но результаты могут сильно отличаться. Если бы мне нужна была операция на мозге, я бы не стал искать просто волонтеров. Кто чувствует помазание? Нет, я бы сделал свой выбор, исходя из очень ограниченной группы людей, которые годами готовились, учились, тренировались, которые знают о возможных последствиях, выработали сноровку. Мне было бы не важно, что вы чувствуете побуждение к чему-то. Мне нужны обученные люди, потому что не все мнения и результаты равны. Это фундаментальная истина. Возьмем сферу технологий. Если вы любитель продукции компании Apple, и вам нужен телефон, вы хотите новейшую версию айфона, потому что считаете, что у него есть технические преимущества, его операционная система лучше, он удобнее, вам жалко людей, которые живут в мире андроида. Но если вы считаете, что Apple — это современное проявление Духа Антихриста в мире, вы не хотите прикасаться к их дорогущим товарам. У них неадекватная операционная система, их технологии не развиваются, и они заставляют людей снова платить. Вы не хотите иметь ничего общего с Apple, вы будете жить в другой операционной системе мира, и вам жалко людей, одураченных Apple. Оба мнения имеют право на существование, и вы не стесняетесь высказывать свое. Почему, когда дело касается всемогущего Бога, вы стесняетесь сказать, «У меня есть мнение о том, что лучше». Люди могут поклоняться, как хотят, но говорить, что любая форма поклонения приводит к одинаковым результатам — это безумие. И даже хуже того, это оскорбление Бога. Я не ожидаю, что это примут люди, не принадлежащие к церкви. Зачем им это принимать? Они не знают историю. Не сердитесь на них. Это слово к тем, кто считает себя последователями Христа. У нас должна быть смелость сказать, ведь сам Иисус сказал, «Я есть им дверь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». У каждого человека есть достоинство. Мы все созданы по образу Божьему. Дело не в том, как мы выглядим. Мы все выглядим по-разному. У нас разные размеры, формы, цвета. Мы очень разные. Бог создал нас с тем же творчеством и воображением, с каким Он создал деревья, цветы и все остальное. Но мы отличаемся. Люди являются носителями образа всемогущего Бога. Каждый человек, независимо от его уровня интеллекта, силы или счета в банке, имеет достоинство. Эта мысль записана в Библии. Но мы взяли эту мысль и немного извратили ее, будто имеется в виду, что мнения всех людей или убеждения всех людей равны. Это глупо. Ты имеешь право на мнение и можешь поклоняться, как тебе нравится, но представлять, что все мнения приводят к равным результатам, почему это относится к вере, но не относится ко всем остальным аспектам нашей жизни? Вы ведь не считаете, что это относится к питанию? То, что вы едите, влияет на то, кем вы становитесь. Это также относится к вере. И Бог понял, что здесь есть трудность. Это не новая трудность. Она существует со времен древности, периода Нового Завета до сегодняшнего дня. Ценность Церкви Иисуса Христа на земле заключается в том, что это особенные люди, признающие власть Бога, Его величие, живущие с осознанием страха Господнего, живущие по принципам Писания, чтобы Божьи цели были достигнуты в нашей жизни. И если мы хотим видеть силу Божию, описанную в книге Деяний и изменения, описанные там же, мы должны быть людьми, подчиняющимися Божьей власти. Я бы даже сказал, что нам нужно покаяться. Покаяться Церкви. Не всем людям. Церкви. Потому что мы виновны в принятии ложных богов. Мы стеснялись говорить истину. Мы молчали, когда могли бы поднять голос. Мы опускали глаза, когда нужно было поднять голову и сказать истину. Подчиняться Божьей власти всегда нелегко. Подчиняться вообще всегда нелегко. По крайней мере для меня. Если я веду машину, вижу знак «Уступи дорогу», едет другая машина, я добавляю скорость и стараюсь обогнать ее до места, где нужно уступить. Пусть он уступает, если я обгоню его. Иногда я также поступаю с Богом. Мне легче подчиниться, когда я понимаю, что Бог достоин доверия и что он верен. Когда он просит меня подчиниться, это то же самое, что взрослый просит ребенка подчиниться. У него есть значительная мудрость и опыт, и ребенку лучше подчинить свои желания более опытному человеку. Проще говоря, я думаю, что Бог умнее меня, и я подозреваю, что он умнее вас. Там, где сталкиваются Божья воля и моя, я верю, что Божья воля лучше. Если вы вступили в спор с Богом, выберите Его волю. Хочу помолиться за вас. Господь, я благодарю Тебя за людей, которые провели с нами время. Я молюсь, чтобы у них была смелость, желание и смирение подчиниться Тебе. Благодарю, что Ты любишь нас и заботишься о нас. Ты желаешь нам добра, а не зла. Мы выбираем Тебя и Твою волю в нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Да благословит вас Бог. До скорой встречи. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Субтитры создавал DimaTorzok